Интересные факты об Армении. Армения – одно из самых древних государств в мире. Неудивительно, что христианство здесь исповедует тысяч лет, а Ереван на 29 лет старше Рима. Армения – страна, куда пристал Ноев Ковчег. Многие верят в то, что именно в Армении Ноев Ковчег пристал к ледяной верхушке горы Арарат. Несмотря на многочисленные экспедиции, пресловутый Ковчег не был найден, что не мешает ему фигурировать на армянском гербе. В 1915 году оттаманское правительство организовало систематическое истребление полутора миллионов армин, названное геноцидом Армин. Турция, ставшая наследницей Османской империи, отрицает факт геноцида Армин. Но правительство 28-ми стран, включая Великобританию, Россию и Францию, признали его. Во время Второй мировой войны, Иосиф Сталин отправил несколько дюжин ящуков армянского коньяка премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Его любовь к коньяку не была секретом. По его собственной оценке к 1971 году выпитовым бренде хватило бы, чтобы наполнить три железнодорожных вагона. Большинство армян живут за пределами Армении. События 1915 года заставили миллионы армян перебраться из Турции за границу, где они создали сильные диаспоры, в частности, в США, России и Франции. Считается, что 5,6 миллиона людей армянского происхождения живут за границей, что больше населения Армении – 3 миллиона. Армянский коньяк спас ситуацию в Ялте. Конференция в Ялте, встреча в Крыму между Уинстоном Черчиллем, Иосифом Сталином и Франклином Делана Рузвельтом, организованная для обсуждения послевоенной реорганизации, была сильно сдобрена армянским коньяком и вином. Столица Армении – одна из самых древних в мире. Столица Армении, Ереван, является одним из самых древних населенных городов мира. Она была построена на 29 лет раньше Римма. В столице располагается огромное число исторических зданий, не говоря уже о ряде прекрасных музеев. Ереван – розовый город. Ереван приобрел свой розовый оттенок и название от розового вулканического камня – туфа, который использовался при строительстве многих зданий в городе. В Армении есть памятник алфавиту. Когда отмечался 1600-летний юбилей армянского алфавита в 2005 году, были созданы 39 каменных скульптур, обозначающих буквы. Памятник расположен рядом с местом, где покоится их создатель Мессероп Маштадз. Посетители могут осмотреть гигантские буквы, которые гордо возвышаются близ города Апаран. В Армении находятся объекты из списка ЮНЕСКО. В Армении находятся объекты из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Это монастыри Ахпат и Санаин, соборы церкви Эчмедзина, археологический комплекс Звартнец, монастырь Гегард и верхняя долина реки Азад. Армянам не везет в футболе. Несмотря на то, что футбол считается национальным спортом в Армении, они не очень преуспевают в нем, как минимум на международном уровне. После обретения страной независимости, страна ни разу не приняла участие в чемпионатах Европы или мира по футболу. Армянские женщины – самые сексуальные в мире. Согласно сомнительному опросу, в котором приняли участие 44 тысячи американцев, армянские женщины признаны самыми сексуальными в мире. Возможно, на результат опроса повлияла вездесущесть Ким Кардашан, которая взорвала интернет-своеню фотосессий для журнала Папер. Армения – страна церквей. Армения богата религиозными очагами, от монастырей, насчитывающих многовековую историю, до руин соборов. Не случайно она называется страной церквей. Невозможно сказать, какая церковь лучшая – Татьевский монастырь, ошеломляющий строение в необычайно красивом месте. Национальный символ Армении находится в Турции покрытая снегом гора Арарат и является главным национальным символом Армении, а многие армении считают ее священной. Горный массив фигурирует в армянском искусстве и литературе и изображен на гербе страны, однако находится на территории Турции. Это не всегда было так. Священная гора была расположена между Армянским царством, Персией, Россией и Турцией. Армения гордится самым большим озером на Кавказе и также самым прекрасным. Озеро Севан, над которым возвышается потрясающий монастырский комплекс Севанаванг, является одним из самых привлекательных мест в Армении. Армения любит Шакиру. Многим армянам было приятно узнать о том, что на концерте в соседнем Азербайджане, колумбийская певица вышла на сцену, неся свой национальный флаг вверх ногами, таким образом, превратив его в армянский триколор. Армения – страна птиц. Армения является родиной для 345 видов птиц из 530 обитающих в Европе, в том числе соколов, лебедей и орлов. Причем, орлы также изображены на гербе. В Армении вы можете покататься на лыжах. Главным горнолыжным курортом Армении является цех «Одзор», который располагает 27 километрами склонов и шестью подъемниками. Абонемент на целый день обойдется в 8,5 тысячи драмов. Армения находится в состоянии войны. Отношения между Арменией и соседним Азербайджаном остаются напряженными на протяжении многих лет из-за Нагорно-Карабахского конфликта. Населенный этническими армянами Карабах он отделился от Азербайджана, что вызвало кровопролитную войну. При посредничестве России в 1994 году было заключено соглашение о прекращении огня, но в этом году произошла очередная эскалация насилия. Армянские крылья Татьева занесены в книгу Гиннеса. Самая длинная в мире реверсивная канатная дорога крылья Татьева занесена в книгу рекордов Гиннеса. Дорога соединяет деревню Алицзор с вышеупомянутым Татьевским монастырем. Из кабинок канатки открывается захватывающий дух вид на реку Воротан. Шахматы являются частью школьного расписания. Этим объясняется тот факт, что армяне очень сильны в шахматах. После обретения независимости от Советского Союза страна начала лидировать в этом виде спорта. Мужская сборная выиграла чемпионат Европы. В то же время женская сборная стала чемпионом Европы. 2003 грамма.